В Черкесске прошла встреча волонтеров с семьями участников специальной военной операции. Основная цель – подготовка к благотворительной акции, которая пройдет 21 октября. Также волонтеры рассказали о деятельности регионального штаба «Мы вместе» и о возможности проведения данной акции. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Социальная республиканская акция «Копилка Победы» позволит оказать поддержку нашим военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. В региональном штабе «Мы вместе» волонтеры и представители семей участников спецоперации готовят очередной гуманитарный груз и обсуждают подготовку к проведению 21 октября благотворительной акции в ходе республиканской ярмарки. Руководство Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии подчеркивает, что всячески оказывают поддержку волонтерам в этом благом деле. Главой Карачаева-Черкесской республики Рашидом Бориспиевичем Темырезовым было дано поручение о создании единого республиканского штаба помощи военнослужащим и их семьям, а также, помимо этого, организацией проведения социальной республиканской акции «Копилка Победы». Следует обратить внимание на то, что весь некоммерческий сектор, общественные организации, движения, отдельные физические лица приняли активное участие в рамках деятельности единого штаба, созданного при главе Карачаева-Черкесской республики. Следует отметить, что данная акция реализуется уже на протяжении нескольких месяцев на территории Карачаева-Черкесии. В день республиканской ярмарки мы откроем пункт приема гуманитарной помощи, и это позволит каждому желающему оказать поддержку нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО, отмечают волонтеры регионального штаба «Мы вместе». Очень хочется сообщить нашим жителям нашей республики о том, что 21 октября на территории торгового комплекса «Лента» состоится сельскохозяйственная республиканская ярмарка, на которую хотелось бы пригласить всех желающих, для того, чтобы принять участие в благотворительной акции «Копилка Победы», где мы поставим в сбор пункт гуманитарной помощи, где желающие могут принести что-то для наших солдат, которые мы отправим на передовую, а также принять участие в благотворительной ярмарке, где все вырученные средства пойдут на помощь нашим бойцам. Мама военнослужащего Фатима Мамаева также активно принимает участие в сборе гуманитарной помощи. «Любая наша посылка – это поддержка нашим детям, и каждый из них для нас является родным», – уверяют представители семей участников спецоперации. «Это моральная поддержка, это все для них. Мы их не тыл, мы такие же воины. Поверьте, за время свое я стала многодетной мамой, у меня очень много детей стало. То есть помимо своих с пяти сыновей у меня стало еще, что 15 сыновей стало еще. Потому что для них, как они говорят, когда мы получаем посылку, это запах из дома. Это дом. И мы знаем, что живем. И есть силы, мы стоим и выполняем дальше свою задачу». Каждый желающий может внести свою лепту в победную копилку. И совсем скоро на республиканской ярмарке будет такая возможность. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.